Дети росли, но для того, чтобы построить этот правильно рост, мы многого не знаем, поэтому и это будет нас волновать. И мы хотим, чтобы мы росли вместе со своим окружением, в том месте, где мы живем или в том месте, где мы работаем, с другими людьми. И, конечно, что тоже очень важно, что мы растем вместе со нашей страной, потому что мы все-таки собираем тех людей, которые, может быть, это очень громкое слово, патриот, может быть, надо найти другое слово, которое бы сегодня слишком много используется, как мне кажется, не по назначению, для назначения каких-то совершенно других, не очень хороших вещей, а тех людей, которые болеют за свою страну, тех людей, которые не видят себя в каком-то другом окружении и лучше начнут что-то делать, чтобы изменить свою страну, чем уедут куда-то в другое место и пойдут по легкому пути. Поэтому те, кто не хочет менять страну, это тоже наши люди роста. Но для того, чтобы правильно построить работу, все люди роста собираются и сидят друг на друга, смотрят, и ничего хорошего из этого не получается, конечно. Мы начали долго думать, как же все-таки процесс организовать наше взаимодействие. И очень нам повезло, что есть теперь новые технологии, которые нам в этом деле могут помочь. У нас есть презентация. Так, почему не одна стрелка? Только назад, в общем. Только назад. Мы все это называем красивым словом «эко-система». Правда, не подумайте, что мы будем заниматься только защитой природы. Это немножко о другом. Просто мы создаем некую систему, достаточно чистую, которая как климат будет формировать нашу среду. Это должен быть благоприятный климат для формирования этой среды. Но еще и другие названия, которые есть у такого рода системы, это прежде всего сетевое сообщество. Это то, чем сегодня создается очень много. Вам нифига не видно. Я особенно первый вредом, да, на таком экране. Здравствуйте, Василий. Могу вам читать или могу просто рассказывать. Но вопрос в том, что сегодня происходит изменение и в структуре социальной среды общества. Что вертикальные иерархические структуры становятся менее интересными, чем раньше. Иерархические структуры становятся менее интересными, чем раньше. Ну, что вы, даже партии, да, сидишь на этих собраниях, голосуешь, выбираешь кого-то, членство, уставы. Это целая бюрократическая процедура, которая на самом деле сегодня не нужна. Ее можно избежать в нашем общении. Зато больше должны эмоциональности, больше жизни, больше души во всем этом. Поэтому сегодняшние новые онлайн-возможности, они создают и больше прямых контактов, и больше общения, и больше эмоций. Да, больше какого-то энергии во всем этом. Поэтому плюсы сетевой организации – это и гибкость, и способность к быстрым изменениям, и открытость, увеличение скорости и мобильности. И, конечно, эффект объединения, возникающий вследствие обмена опытом, знаниями, технологиями – это все, как бы, плюсы. И еще очень важно – затруднение контроля сетевых структур, если кто-то хочет что-то нам навязать. Это самый независимый вариант создания сообщества. Конечно, как я говорил, что я уже, в общем, мы поговорили с вами о том, кто такие люди роста, кого мы хотим объединить. Не буду добавлять к тому, что я уже сказал, но все-таки это люди, все-таки формируемые и по профессиональному принципу, не только по смысловому, по идеологическому, по даже психологическому, как вы говорили, какие главные устремления, в принципе, вы в голове. Но все-таки это и профессиональные принципы, мы должны понимать, где же люди роста среди вот этих профессий. Ну, это, прежде всего, менеджеры, мы считаем, люди образованные, но работающие на различных компаниях, потому что они не синие, а белые, как это такое ходовое название. Это и, конечно, малый и средний бизнес, и сегодняшний потенциальный тех, кто хотят расти, и предприниматели, которые уже заработали и которые уже выходят на пенсию, да, то есть те, которые уже старше в возрасте, я могу сказать, что среди нас вот здесь мало таких людей, по-моему, только один я, да, больше нет. А, вот еще, да, мы, конечно. Вот, но тем не менее, эти люди тоже очень думают о будущих, как ни странно, особенно, мы увидели это на избирательной кампании, для нас голосовало много людей, которые уже предпенсионные, пенсионного возраста, которые достаточно обеспечены материально, и, главное, что в основном женщины. Они очень думающие, они пытаются понять все процессы, которые происходят в обществе, и увидеть будущее. Поэтому мы считаем их тоже нашими сообщниками. Конечно, это молодежь, которая тоже очень активно за нами шла. Это молодежь, причем, достаточно юного возраста, но она хочет, да, как-то приобщиться к правильным процессам. Мы тоже их приветствуем. Но, конечно, это прежде всего бизнес. Те ребята, которые уже сумели что-то сделать, это люди, которые понимают, что такое ответственность и за себя, и за других. И поэтому самозанятые – это тоже очень важный наш социальный партнер. Но вот всех их может объединить уже сегодня на новой технологии, как я уже это сказал, объединяют, дают возможности для нового типа объединений. Поэтому это слово «блокчейн», оно очень много сегодня произносится. Кто был с нами в партийном ралле, знает, что мы начали это слово произносить где-то в начале прошлого года. И никто вообще ни слова «блокчейн» не знал. Еще знали там «биткоин», а слово «блокчейн» – это было вообще для этих… Два человека в зале поднимали руку, кто знает, что это такое. А мы ездили по всей России, собирали большие аудитории. Теперь блокчейн везде. Ну, надо сказать, что наша доля в этом тоже есть, что мы спропагандировали блокчейн. Но самое главное, очень многие действительно коммерческие структуры поняли огромное преимущество этой технологии для себя. Это и Сбербанк, сейчас в сочинском форуме активный, просто со сцены выступал руководитель веба, который говорит, что только блокчейн, необходимо новое законодательство, это шок в будущее. Это и государственная криптовалюта Польшей России, которая сегодня поддерживает. В результате за это время нам удалось снять уже занесенную руку председателя Центробанка на запрете криптовалют в Российской Федерации. Уже был подготовлен документ. И в результате Центробанк сейчас даже поддерживает и готовит уже законодательство, которое бы регулировано. Но не только Центробанк, но и Дума, мы тоже участвуем в этом процессе. Так вот, блокчейн – это возможность специальных учетных записей, которые невозможно подделать. Это верификация занесенных информаций. Но это и возможность доступа к новым технологиям, таким как криптовалюты. И что мы можем делать с помощью вот этих возможностей? Это прежде всего получать деньги, причем не только под бизнес-проекты, но и под какие-то социальные проекты. Это абсолютно новая система, которая это позволит сделать. Это моментальное голосование, когда каждый член сообщества в течение буквально нескольких минут может проголосовать, и мы имеем мнение по каждому вопросу, который внутри организации обсуждается. И это невозможно, это никоим образом невозможно подделать, это голосование. Это новая форма демократии. Как все вчера Памфиловой предлагали на уровне России постепенно вводить уже элементы голосования на блокчейне. Я думаю, что они заинтересовались, и мы пойдем в эту сторону. Это еще новая форма программ лояльности. То есть мы в рамках этой сетевой структуры можем оценивать друг друга. Мы можем говорить о том, что мы доверяем этому человеку или не доверяем. И это целая система, которая тоже позволяет быть видимым и хотеть активно, работать активно внутри сообщества и с тем, чтобы тебя оценивали твои товарищи. Ну и, ну тоже самое, учет статусов. Ну и еще небольшое, тоже хорошее добавление, это документооборот. Возможно между собой подписывать контракты, так называемые умные контракты. Это новые технологии, тоже абсолютно новый вид контрактов, которые сами работают. Ты их подписываешь, но они потом сами выполняют. В смысле, тебе надо их выполнять, но они следят за этим выполнением. Это совершенно новая форма контрактов, которые невозможно не выполнить. Главный элемент этой всей системы, так называемые токены или криптовалюты, которые, мы считаем, что по крайней мере должно быть три вида главных активностей, которые они должны обеспечить. Это, с одной стороны, финансовый вклад. Мы, например, будем привлекать первых тех, кто открыл свой криптокошелек, значит, надо будет открывать кошелек. У нас будет своя валюта, которая называется Upcoin. Upcoin. И этот Upcoin будет платежным средством, но внутри организации, пока без выхода на внешний. И его можно, мы, всех, кто откроет первые кошельки, мы прокредитуем. Мы дадим, пока точно не знаем, сколько, но это будет определенная сумма, в которой каждый человек сможет использовать свой кошелек. Кстати, он здесь не видно, да? У нас нет, ребята? Презентации нет, да? Кошелек. Кошелька. Больше сделаем. Больше сделаем пока. Сделаем потом, да, чуть-чуть попозже. Получит на свой счет некий кредит, деньги от организации, который вы можете использовать, например, для оплаты... Ну, давайте сейчас на следующем этапе скажем, для чего он может это использовать. Но, тем не менее, еще один токен, это активность, это ваш рейтинг внутренней организации, это другой Upcoin, который дается друг другу, когда вам что-то нравится, да? А, первый, кстати, это... Нет, это немножко другой. Я тут сам еще пока не раз... До конца, да, всю схему надо еще отработать. Нет, активность, это не ваш рейтинг. Активность, это как раз то, как будет работать ваша работа. То есть, это как раз Upcoin, который вы можете получать, зарабатывать. Не только тратить на какие-то нужды внутри организации, но и зарабатывать. Например, каждое мероприятие, которое будет проводиться в рамках вот этого нашего сообщества, люди роста, будет стоить денег. Будет стоить Upcoin. Если это мероприятие очень интересно, на которое все хотят попасть, то это будет стоить вам денег, участникам. Вы должны будете за него заплатить. Причем это все на телефоне, да? Вы принесете штрих-код, там, не штрих-код, а QR-код. И все это будет автоматически списываться, или наоборот, переписываться к вам. А если это мероприятие, в котором заинтересовано сообщество, то есть, допустим, какие-то волонтерские действия, выход там на какие-то мероприятия внешние, помощь кому-то, которой нужна всей организации, то за это вам будут платить. Кроме этого, за вашу активность в социальных сетях будет назначаться. За вашу выборность, если вас выбрали куда-то на какие-то позиции, за это тоже вам будут перечисляться опкоины. То есть, каждая ваша активность будет оцениваться вашими товарищами, самой системой. Ну и вот этот статус, это кредитное доверие среды, это вот немножко другое, это ваш рейтинг. Вам больше будут верить, если вы будете иметь высокий рейтинг. Но это не как и финансовые средства, рейтингами не торгуют. Но это тот рейтинг, тот авторитет, который вы завоеваете у своих товарищей. Ну вот за что можно платить и что будет давать среда тем, кто в нее войдет? Ну, наверное, надо начать опять же с блокчейна, потому что это вот эти наши активности в блокчейне и с криптовалютами. Хочу сказать, что кроме чисто тех функций, которые внутренние, у нее есть, конечно, и внешние функции вот этой свины. Например, та организация, которая сегодня нам подготовила эту платформу, эти крипто-кошельки, которые вы все с сегодняшнего дня уже можете открыть на свое имя. Компания называется Moips. Она за месяц собрала, что называется ICO, IPO, это, вы знаете, стандартная, да, когда деньги собираются. А это в этой среде, в блокчейновой среде называется ICO. Здравствуйте. Пока уже поговорил, сразу вас увидим. Собрала 15 миллионов долларов под свой проект. Буквально за месяц. Совершенно другие принципы сбора денег. Там нет никаких обязательств, там нет никаких подписных, там необходимостью проверяться, там, каких-то входных требований, инвестиционных банков, аудитов и прочих вещей. В принципе, в этой среде пока не существует. Но люди активно инвестируют в доверие, в доверие к другим проектам. И поэтому возможность поднять деньги на свой персональный бизнес-проект и на какой-то социальный проект, он значительно выше, чем все это новое, не паханное еще до сих пор поле. Там мы собираемся делать, поэтому, да, у фон, это вот так, как раз, который может этим заниматься, это будет и, возможно, биржа в будущем, обмена на другие валюты, криптовалюты. Но здесь надо быть в ладах законодательством, хотя сегодня ничего не запрещено, но понятно, что пока еще и точно не расписано, как. Поэтому мы сегодня работаем активно над законодательством, чтобы все это было, уже уложилось и все было на 100% надежно. Кроме этого, у нас будут работать несколько еще сервисов, например, сервис на банк. Это, в принципе, уже у многих, может быть, и есть, да, у меня есть уже на моем телефоне. Это приложение... Так, или виноват? Вечно синий. Ну, уже плохо работает. Так, вы не отказываетесь. Нет, оно уже... Вот, виноват. Его нажимаем. Вот. Это возможность для предпринимателя, если у него происходят какие-то конфликты по проверкам с властью любыми другими, он может нажать на эту кнопку. Сейчас пока это работает тестовом режиме, только в Ростовской области. Не, он же зарегистрирован, да? Поэтому, это помощь, проблема для предпринимателей. Причем активная, очень быстрая, эффективная помощь. Академия Ростов. Очень важный для нас проект. Вот, МЕЦА, мы вместе делаем этот проект с НГИМО. Я должен сказать, что проект не только о том, как, например, ставиться депутатом. Потому что у нас первые участники, мы муниципальные выборы участвуем как партия. И там очень важно понять, да, как выбираться. Кроме этого, как быть депутатом. Потому что это еще тоже целая история. Если тебя изберут, надо понимать, какие твои полномочия, вообще обязанности, но я при этом ответственный, да, там, чем ты и как должен заниматься. Но, кроме этого, мы хотим еще и бизнес, туда бы сделать несколько бизнес-проектов, например, там, по проектному управлению. Теперь я возглавляю кафедру проектного управления. Пока еще, рано говорить, что возглавляю. Мы возглавляем. Но возглавляю это не назначение, это работа. Я пока еще ничего не сделал для того, чтобы ни одной лекции не прочитал. Так вот. Но это еще и некая школа мозгу. То есть мы хотим все-таки там смыслы давать. И кто заинтересован, может поучиться и другим вещам. Более жизненным. Как строить жизнь, как строить свой бизнес. Именно смыслово. Как правильно укладывать все проблемы, решать все проблемы, в том числе и семейные. Как бороться с собой. То есть такие вещи более серьезные, более смысловые. И вот Василий и Кеменко, я думаю, все о нем слышали, по крайней мере. Может кто-то и принимал участие в программах, которые он проводил. Он должен об этом нам рассказать. Ну и дальше институт экономики роста. И я надеюсь, что все слышали, что мы вчера выступили со стратегией. Вроде ничего, фу-фу-фу. Вроде нормально прошло. Все академики поддержали. Но это для нас, для людей роста, важная такая верхушка экономическая. То есть мы все поддерживаем какую-то определенную стратегию, направленную на развитие бизнеса. И это те решения, которые должны сделать нашу страну независимой, в смысле экономически. То есть мы должны сделать ее сильной, экономически. Не только зависимой от нефти, прежде всего. А зависимость от нефти, это зависимость от них. Поэтому мы должны сделать ее сильной экономически, для того, чтобы она могла вполне быть сильной и политически на внешнем рынке чувствовать себя сильной, держать. Но кроме этого, это еще и возможность других вещей. Мы там какие-то конкретные вещи делаем для регионов. Считаем там рабочие места, даем форсайт, их будем проводить по регионам. Но вырабатывая региональные стратегии. Но кроме этого, еще и для конкретных предприятий как предприниматель, например, считают тариф. Потому что наши энергетические компании, кроме того, что и так тариф считается очень большим все время получается, они еще нас обманывают, оказывается. Они специально дают большую цифру, чем положено по расчетам. Потому что расчеты такие сложные, никто туда не лезет, чтобы из тех потребителей электроэнергии. А на самом деле, они специально там завышают его. И поэтому мы считаем для предприятий, сейчас реальный тариф, который должен быть. И они могут отстаивать свое право на реальный тариф с этими организациями. Поэтому Институт экономики роста имеет практическое значение, вполне материальное. Ну, и, конечно, все-таки, для чего мы так долго старались, я имею в виду, в прошлый год весь старались, это очень важная тема. Мы все свои интересы, которые будут вырабатываться внутри сообщества людей роста, должны перекладывать в политическую сферу, потому что именно в политической сфере мы можем добиваться своего изменения среды. Мы должны быть представлены и как партия. Поэтому партия продолжает жить, у нее, при этом, эта партия становится партией, Ленин сказал, да? Вы знаете, кто такой Ленин? Еще слышали, да? Еще не забыли. Что это партия нового типа. Большевики это партия нового типа. Вот у нас тоже партия будет нового типа, потому что она будет базироваться на очень серьезной поддержке социальной. Пока я вижу, что вот то, что опыт, который мы приобрели на этой избирательной кампании, у нас вообще не политическое поле, а политтехнологическое поле. Разница, понимаете? Потому что работают не идеи, а работают как бы инструменты, работают конкретные, какие-то специальные проекты, возможности, наверное, на языке, механизмы воздействия на людей. В чем работают они только на выборах. Выбор кончается, больше уже никого нет. Надо самое главное затянуть людей, проголосовать. А ни одна партия не представляет из себя системы, которая базировалась на большом количестве людей, то есть на сообществе, реальном сообществе единомышленников. И только сильная партия может именно только на этом базироваться. Поэтому мы хотим строить партию, которая базируется на сообществе людей, которое в широком сообществе единомышленников. Поэтому вот эта синергия людей роста и партии роста, как мы видим, это самый сложный путь собрать сообщество сделать, вовлечив политику. Но это единственный путь делать партии именно нового типа, не того типа, который существует сегодня. Ну и собираться мы тоже будем, не только онлайн, но и оффлайн. Поэтому мы точки роста открываем, как в Москве. У нас там недалеко, я надеюсь, что все посетят все-таки, зайдут нашу точку роста здесь, на Красном Октябре, который находится в соседнем здании. Кроме этого, мы хотим собираться раз в год, собираться уже в более широком составе, как мы собирались в прошлом году на форум роста в Абрам Дюрсо в месяц и шнурок. Также и собираемся и дальше собираться раз в год, делать такое большое мероприятие людей роста, собирая их в одном месте. Мы, наверное, самых лучших, самыми высокими рейтингами, те, которые действительно самые активные в нашей организации. Поэтому форум роста тоже очень важный. мероприятие для всего этого. У нас сверху фонд роста, но это уже для нас. Нам надо каким-то образом это финансировать. И я надеюсь, что у нас будут в этом смысле тоже партнеры, которые будут финансировать всю нашу организацию, весь наш рост. Не буду там дальше уже как-то останавливаться. Мы уже обо всем поговорили по-разному. Академия роста, система НОПАД, и форум роста, и точки роста. Тут мы говорим о решаемых задачах, но мы тоже уже о них поговорили. Это именно формирование сообщества. Сообщество тех, кто думает очень близко и являются партнерами по жизни. Формируется это постепенно. Я должен сказать, что мы уже открыли сайт. Тоже, наверное, здесь не залили, да, сайт? Где наши все... Нет, мы можем показать? Да, конечно. Давайте.